Люди, которые пострадали от недобросовестной компании юридической. Вам одобрено все, как мы ожидали. Видите, вас никто не обманул. Даже чуть больше суммы, 560 тысяч, чем вы просили на 7 лет. Вас все устраивает, я говорю, как вы платишь мне, 10 тысяч. Они представились как Альфа-банк, а потом уже по документам получилось А-кредит. Финансовая компания. Революция 33B, 706-й офис. Так, отзывы вы какие там лицезрели? Цензура отдыхает. Я понял, люди негодовали. Пусть он подавится, Владислав, этими кого-то на 20 тысяч. Самое меня поразило, что мать, многодетный, 5 детей, одиночка. Также ей навязали микрозайм. А, микрозайм даже? Да, и влетел на такой, кто на 7-6 тысяч. Ну, они, не какая там критерия, как они лечили, кто на 13 тысяч, кто на 10, они уходят. Мы на 29. Вы говорите, кредит одобрен, да? У вас, да, висит нормально все. А сумма какая? Без понятия. А строковку еще мы ничего можем написать и вернуть, да? Все, ожидаем. Сейчас он проверит информацию. Кредит одобрен. По тем данным, по которым были, у него было все нормально. Так, он за что платил деньги? Анализ кредитспособности, подключение добровольного страхования жизни. То есть не за строковку? Не за строковку. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в студии, в нашем офисе, люди, которые пострадали от недобросовестной компании юридической, которая оказывает людям услуги по помощи, выдаче кредитов. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Здравствуйте. Семенов Алексей Михайлович. Это получилось 24 марта 2020 года, рабочий день. Поступает звонок мне на телефон на той стороне трубки. Человек представляется как представителем Альфа-банка. Я переспросил, потому что в сфере шумной работы он говорит, да, это Альфа-банк. Вы там заявочки подавали? Я говорю, да, подавали. Через интернет сравнирую банкеру, так как нуждаемся в деньгах неоднократно. Вам одобрен кредит. Я говорю, 100% или предодобрен. Мы видим вас потенциально клиента, поэтому вы готовы с нами увидеться? Я говорю, да. Но единственное, я хотел бы еще уточнить, я говорю, дорога не ближняя, вот. Уточните, откуда вы ехали? С Островорска. До Воронежа, 616 километров. Плюс время, работа, транспорт. Трое детей же, что уже как бы время решаю их. Он говорит, да, больше 9,90% даю вероятность, что вам будет одобрено, потому что нас все устраивает. Ваши данные, мы все видим, все нас все устраивает. Дает адрес, назначает время в 3 часа дня. Я собираюсь, жену собираю, едем по назначенному адресу. Нас встречают все. Время совпадает, присаживайтесь. Паспортные данные. То есть они сами вам позвонили? Сами позвонили, на мой номер. Они представились, альфа-банк. То есть у вас сомнений никаких? Никаких названий, да. Там карта, я так понимаю, какой-то кабинет. Карта чуть попозже получилась. Заявки подавал, поэтому база осталась. Представляете, если человек берет, Владислав, паспорт мой, начинает потихоньку, ну что, поехали, поехали. Начинает сбивать. 10-15 минут это все заняло у него, он там поспрашивал нюансы. Все, ну что, ждем, ждем. Минут 5, ну того меньше даже. Вот, сидим же, разминаемся. Вам одобрено все, как мы ожидали. Видите, вас никто не обманул. Даже чуть больше суммы, 560 тысяч, чем вы просили. Вот, на 7 лет. Вас все устраивает? Я говорю, устраивает. Я говорю, какой платеж? 10 тысяч. Я говорю, еще шикарно, все хорошо. Ну что, подписываем или подписываем. Начинает распечатывать бумажки все. Я вижу визуально Альфа-банк, график, стороны, там, моя сторона, банковская сторона, все там, как обыденно. Начинаю подписывать все. Ну все, подписали. Я сейчас за печатью схожу. Идет за печатью, там, в другой кабинет заходит, там, минуту-две его нету. Он ушел с документами? Да, ушел с документами. С правой стороны, да, у них еще есть кабинетик. Вот, зашел, не было его, заходит, все. Вот ваша копия документы, ну, то есть ваши документы, вот наши документы. Ну, у нас единственный нюанс, он сразу так, сразу подводные камни какие-то прям, страховочку надо заплатить сразу. Это условия наши. Я говорю, я как-то с этим условием что-то изменил с банковской системой. Да нет, это наши условия такие. Вот. Я говорю, ну какая, допустим? Он считает там что-то, вообще 29 тысяч. Я говорю, у меня сейчас нет таких денег, допустим, и что это за условия? ничего не страшно нету, если вы завтра приедете, напишите заявление, то вам вернется страховка даже чуть-чуть больше, 34-36 тысяч, я раз какого такая радость, ну как бы за неиздержки, но там какие-то условия начал, ну вот, все одобрено, одобрено, денег нету, мы вам можем помочь микрозаймы, да зачем туда лезть, они вам предложили уже микрозаймы, да, да, чтобы сумма на данный момент была, чтобы было у вас понимание, альфа-банк предложил взять микрозайм для погашения страховки, сам кабинет, где мы были, офис, ничем не отличается, я был в альфа-банке, если визуально не придираться, такие же логотипы полностью, такая вся рекламная деятельность, все полностью, единственное, чуть ниже я не читал, что альфа-банк обычно, это ниже пишется, большая буква А, везде большая буква А, поэтому мне сомнений как-то не закралось, я звоню другу, говорю, друг, деньги нужны, так и так, все одобряют, вот, Лех говорит, денег есть, завтра надо матери протез покупать, заказали, вот только на протез, остальное все в деле, говорю, Миш, ну вручаю, завтра, тем более завтра, мне деньги сейчас дают, я тебе прямо сейчас вечером приеду, рассчитаемся, вот, он как-то тоже засомневался, вот, я говорю, ну не вещь, человек даже подтвердит, даю трубочку Владиславу этому, вот, он, да, я его слушаю, на той стороне, что спрашивают, да, ему одобрено, он даже другу моему говорит, уже обманываю, заранее, я же не знал, что происходит, ну так и так, все, спасибо, будь добрый, он скидывает деньги жене на карточку, вот, нужную сумму, вот, видите, как все хорошо, вы сомневались, вот, терминал, пожалуйста, все, чик, вот, чек, я говорю, ну, денежки все уже рассчитались, документы все подписаны, вот, так, на время, на время, там, часы висят, вот, да, мы уже, наверное, не успеваем, это около шести часов вечера, деньги формируются около трех часов, как бы не хотели, просто деньги не в этом офисе получать, а в каком-то другом, их три офиса, сказал у нас, ну, мы постараемся в ближайшем, поэтому все на завтра дела, так же работайте, все будет хорошо, мы вам сообщим, в каком-то, в какое время, все, приедете, прям, там, пять минут дело говорит, я говорю, может, тогда и страховочку назад, я как-то уже начал сомневаться, не, не, все будет хорошо, а чтобы вы, типа, не зря ездили по порожнякам, вот, мы жене попробуем хомкредит, вот, давайте попробуем, ну, она села, пять минут там тоже пощелкали, вот, да, все вам удобно, езжайте, там, на месте все, условия, все вам сумму разъяснят, все, это вот на Плехановской, тут рядышком, примерно начертил, вот, чтоб нас проводить, я так уже это потом счет, вот, поехали на Плехановскую, приезжаем, заходим в офис, девчата, что вы хотели, да так и так, да я вали заявку, вот, альфа-бан, как там, ну, а там уже все оплатили, получается, все подписали, да, уже все поплатили, подписали, я говорю, что-то за эту заявку должен, не, это как бы бонус вам, это как дополнительный, да, 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 чтобы не зря, вот, неудобствовать вам чуть-чуть, ладим, вот, девочка говорит, да мы впервые, ну, открыли компьютер, паспорт, да нет никак заявок, ну, все, мы развернулись, мы уже сразу поняли, я так понял, да, ну, уже начали закраться сомнения, вот, а уже начинает темнеть, это как бы весна, вот, ехать домой еще потемну, дети ждут, вот, ну, поехали, поехали, завтра, может, какая-то там накладка получилась, может, другой офис, ну, как бы еще все-таки надежда была, едем в дороге, выехали за город, жена включила свет, документы, раз, говорит, Леша, документы не те, говорю, как не те, а где графики, где банк, говорю, да подожди, давай, не отвлекай, не расставь меня, сейчас доедем, все, приезжаю домой, жена ужин разогревает, я документы точно, не то, даже и моих росписи нет, вот, открываю интернет, звонит, это уже поздно, 9-й час, открываю интернет, выбиваю адрес, все, и поехали, все, как это, отзывы, да, есть, конечно, хорошие, положительные отзывы, как называется компания эта? Они представились как Альфа-банк, а потом уже по документам получилось Аккредит, Аккредит, финансовая компания, посетка революции, 33Б, 7-й, 6-й, 706-й офис, вот, кто мне выдавал, это сам Владислав, вот, так, отзывы вы какие-то лицезрели? Цензура отдыхает, я понял, люди негодовали, пусть он подавится, Владислав, этими кого-то на 20 тысяч, и самое меня поразило, что мать, многодетный, 5 детей, одиночка, также я навязали микрозайм, вот, оплатила, да, и влетела на такую, что кто на 7-6 тысяч, ну, они не какая-то там критерия, как они лечили, кто на 13 тысяч, кто на 10, они уходят, мы на 29, да, в общем, вы лишились 29 тысяч, вы к ним приезжали после этого? Нет, как бы уже пошел карантин, вот, и как бы по отзывам я понял, что это бесполезно, не звонили им? Вот, пытался звонить, выхожу на диспетчера, что вы хотели, ну, кто там сидит, я говорю, хотел соединиться с Владиславом Павловичем, что у вас конкретно вопрос, я говорю, хотел чисто тет на тет, грубо говоря, с человеком поговорить, нет, мы так не соединяем, мы передадим им, а он перезвонит, ваши же данные есть, и есть, ну, и до сих пор вот. До сих пор никто не перезвонил? Да. Это примерно какое число было звонок? Звонил я на следующий, на последующий день, нет, они выходили, они на следующий день позвонили, что-то у них там не получается с документами, поздно была сделка, как бы страховка пока вот часа не оформлена. Чего вы никак руководствовались тем, что вот деньги вам все-таки не поступили кредитные? Потому что было поздно, а деньги нам было фирмировать 3 часа. По срокам, когда деньги переведут? На завтра. На завтра. У вас деньги не поступили? Нет. Они что дальше говорили по этому поводу? Что вот, сегодня-завтра вот должны все документы мы доделаем, все, вот страховка, все это, вот просто с офисом не определяться, что там, как, ну. И в итоге? Это я пытался записывать, у меня есть запись на телефон. Есть, да? Да, есть запись, плохого качества, конечно, но она есть. Угу. Что вот обещание их не. А что они обещают в этой записи? Что завтра, послезавтра все деньги будут. Будут деньги поступить? Да, все, что они все урегулировали. Как деньги в итоге не поступили? Какие-то были у вас сейчас с ними контакты? Нет. Ничего не было? Нет. То есть вы еще не приезжали туда? Ну, в смысле? Ну, да, вам, тем более, вы в Острогожске живете здесь? Да, и мотаться, и тебе же надо помогать, да. И просто, я основываюсь на отзывы. Просто люди доходили везде. И смысл в чем? Просто хочу обратить внимание. Власти наши, органы правоохранительные, это все везде безнаказанно. Это Краснодар, Курск, Ростов. В одном мы только в Краснодаре 30 человек официально сообщество сдали. Да, и было телевидение, все равно люди работают, они заманивают и обманывают. Это как вирус, болезнь. Да. И у нас официально, когда я начал шерстить интернет, 6 человек были, у нас есть сообщество тоже. Сколько сейчас вас, кто вот общается с друг с другом по этой ситуации, с по этой фирме? Ну, пока, честно, не выходили. Просто с человеком, который тоже был обманутый, вот, выходило телевидение, но она стесняется, скрывает лицо, все. Она дала интервью, вот приезжало телевидение, вот, потому что сумма небольшая, как бы там, на 15 тысяч ее вроде обманули. Ну, просто, не стыдно будет перед всеми, да, что так, по-русски говоря, опростовалось. Вы готовы сейчас оказаться? Да, я хочу просто поглядеть этому человеку, вот, просто хотел поглядеть этому человеку в глаза. Как он приходит домой с чужими деньгами, которые добыты горем, вот, ну, людским горем. Как вот он себя чувствует? Детей свой кормит, жену. Вот, как может человек себя это чувствовать и спать спокойно? И рядом тоже жена удивилась, сидела, я прямо через неврадоши захлапывал, когда он сказал, глаза мне, да. А девочка так поглядела на нее и улыбнулась. Уже, у жены тогда тоже были сомнениями, потому что это идет потоком. И нас не считают за людей. Ну, мне кажется, что мы там увидим еще других пострадавших, которые в этот офис могут приходить. Я думаю, вы не один. Мы зашли, там девушка сидела. Уже сидела? Ее мурыжие, мурыжие, или что-то тоже там с ипотекой. Видать, она не первый день пришла, но в следующий раз. И вот у нее вопросы эти в следующий раз. Зашел молодой человек при мне, я бы хотел с Владиславом переговорить. У вас назначено нет, ожидайте. Что там дальше с ним было за дверями? Он пропал. Мы просидели там сколько, вот свое время. Я понял. Но он так зашел прямо в нем. Давайте, в общем, тогда сейчас туда направимся. Да, да, я только рад буду. Договорились. Вообще, интересный момент по договору, хотел бы сказать. Они дали вам подписать, показали, точнее, одно, а уже выдали. Да, я же звоню, я был трезвый. Потому что здесь, по их договору, они красивые, белые, пушистые. Потому что вы видели график, но в договоре, который они вам выдали на руки, и скорее всего, который вы в итоге тоже именно подписали, там была и есть, значит, такого рода информация, предмет договора. Везде одно консультирование, предварительное консультирование клиента, консультирование по вопросам. Консультации никаких не было. Вот. То есть они предоставляют услуги, консультируют. Потому что они им дали, они не... Вот, вот в этом-то вся проблема. Они обманывают. У него затратилось 10-15 минут, он сбил, в глаза мне повредил, сказал, да, денежки снял, и все. Он показал один договор, подписали его другой. Да, сходил... Смотрите, это вообще обращая внимание всех зрителей на то, что будьте очень внимательны, когда вы что-то подписываете. В окончательный вариант договор не выпускаете из рук, никому не давайте его унести. То есть он в вашем присутствии, вы все изучили, прочитали, и после этого вы подписываете, если вы согласны на этих условиях. И ключевой момент, если бы человек бы видел изначально то, что здесь написано, он бы его не подписал, потому что здесь написано просто про консультирование, про кредит вообще здесь речи не идет. Ну, в общем, вот таким образом они пытаются вводить заблуждение. Я чуть перебью, я говорил, что это страховка, наоборот, а мало, что это страховка, ну, как обычно в банках, страхуется мой кредит на всякий случай жизни, все, страховка, вот, и что вернется, все, но получилась консультация. Просто воспользовались вашим доверием, злопонабилием, и золотили вашими деньгами. Да, да, и просто тоже хотел в свою очередь обратиться, кто будет нас смотреть, вот, подписчики, просто люди, вот, в первую очередь, да, вот, прощайте внимание на договор, что вы подписываете, во-вторых, просто, если вы собираетесь что-то сделать, лучше почитать отзывы. Это первое. Интернет, да, интернет, да, такую информацию, вплоть от адая, и потом уже думать. Потому что, когда идет сплошной негативный поток, ну, я думаю, стоит задуматься, идти вообще туда или нет. Следом звонила Москва, тоже, там еще хлещий развод, все, вам одобрено, уже курьер едет с деньгами с Воронежа, они, с деньгами с документами, вы просто с вашей карточкой 5000 киньте нам на счет, вот, чтобы мы ее видели, вот, деньги уже будут на карточке, как пишешь, можете пользоваться, все. Ну, в общем, понятно. Развод за разводом, да, да, ну, уже, как бы, бдительно, может, к этому уже, хватит. А, значит, тогда мы идем, как говорится. Да, да. Смотри, значит, ты тут заходишь, все это делаешь, проговариваешь, потом ты получил ответы, все дела, все, возвращаешься сюда, и мы уже вместе повторные гердовки уже ставим. Ты как поспокойся, потому что спалишься. Ну, отыгрыш. Да. Здравствуйте. Мы были 24 марта у вас, у нас Адобин кредит, как бы, ну, не получилось с книгами, Альфа-банк, да, у вас Альфа-банк, Адобин кредит. Ну, присаживайтесь, посмотрю. Ну, мы просто торопимся. Нельзя сейчас поверить. Ну, давайте. Вот что-то есть. Да, вот, просто попался, хотя бы, видите, где-то есть. Нет, это не документы. Это другие документы. Хотя бы у нас телефона. 8906. Сейчас, секунду. Просто мы с вами там все порешали, подписали. Кредит одобрен, да. У нас в марте-то были, не помню, 9606. Я только раз, понимаешь, с коронавирусом не получилось. Этот номер был тогда? Ну, все, присаживайтесь, сейчас какая информация будет, я посмотрю. За секунду я ничего не смогу глянуть. Ты предоставляли? Все, мы предоставляли, скидывали, скидывали. Да, да. Я понимаю, просто ответьте, кредит еще в силе, а одобрен? Ну, у вас стоит, да. Кредит одобрен. Поэтому, ну, если... Это я вот хотел еще уточнить. Мы подождем, если что. И насчет страховки вот этой вот. Я тоже писал заявление. Я писал заявление. Когда писали? На следующий день. Я на почту вам скидывал заказным письмом. Значит, посмотреть нужно. Вы-то на эту почту скидывали, на рабочую. Не знаю. А что, вы говорите, кредит одобрен, да? У вас, да, висит нормально все. А сумма какая? Без понятия, буду смотреть. Мне нужны выезды со своим паспортом, времени, до сколько прошло. Я прекрасно понимаю. Поэтому, ну, ожидайте. А страховку еще мы ничего можем написать и вернуть, да? Мы-то покорим пока. Сколько еще времени? Ну, полчаса точно еще. Ну, полазим туда. Все, спасибо. Сейчас я зашел в этот офис. Вот. Он меня не узнал. Вот. С чем вы пришли? Я говорю, как бы с коронавирусом отсутствовал. Там что-то затянулось. Не звоните. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, кредит действительно еще, вы же сказали, одобрен. Все. Я ему даю номер телефона свой. Да, он сбивает. Мы ждем 5, 10, 15 минут. Сейчас сколько отсутствовали, сидели. Вот. Да, да, у вас там что-то вот с документами, вот, да, кредиты вот до сих пор одобрены, все. Единственное, надо с вами разбираться, это паспорт и документы. Вот. Ну, насчет, 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 этой страховки. Да, вы сейчас можете заявление написать и вам ее вернут. Все на телефоне. Ага, так, а по поводу, когда деньги должны передать? Надо отдельно разговаривать. Ага, то есть я понял. Ну, факт того, что он подтвердил, базу открыл, вот, мне надо, да, что кредит одобрен, до сих пор суммы я не вижу. Шулики. Они чуть-чуть изменили обстановку, видать, реквизиты изменены. Вот, ну, сидит один, без помощника. Тот самый, который вам занимался? Тот самый, который мне выдавал, я прям боялся, что, да. Нет, это я покупала большую на стене. Уже нету, да? Нету. Другая уже там, да? Человек, главное, тот человек, все. Или перестань, я совсем по-другому. Надо же, вроде, привлечь его. Не за машину хочется. Тогда, может, сотрудников издать. Да, я думаю, сейчас мы зайдем туда. Вот, и доказывается, что мне кредит подтверждет. Угу. Я опять не втюхи. Так, чтобы было. Кредит. Угу. Нос открыли. Угу. Да. Да. Здравия, здравия, здравия. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы еще деньги никакие не платили? А они и не вам плачивают деньги. Вы ничего не будете платить, да? Нет. Отлично. У нас к вам пара вопросов. Ну, как я освобожусь тогда, мы подождем. Да, конечно. Да, конечно. А вы послушайте, если вы в какую-то услугу пришли сюда, вот есть пострадавший человек. Обманули. Обманули. Только что человеку сказали, что он кредит получит. Получит кредит, да? Да. Посмотрим. Отлично. Ну, сейчас мы всю эту информацию... Ну, присаживайтесь, ожидайте. Хорошо. Просто таких пострадавших людей... Знаете, сколько? А вы откройте интернет и вбейте информацию о вас. Я могу еще даже открыть. Открывайте, смотрите. Да, вы людей не снимайте тоже. Ну, чего угодолить, не переживайте. И там написано то, что разрешение на съемку нужно спросить. То есть вас никто не фиксирует у него? Не переживайте. Мы на вас пришли, чтобы, если кто-то здесь может пострадать, чтобы не пострадал. Так, у людей не пострадают. Они за возвратом страховки ничего не платят. Ничего другого не разрешают. Вы в этом уверены? Ну, да. То есть вы сейчас вернете 29 тысяч. Какие 29? Страховку коммун. Которую вы даже другу подвели, что не оформили, занимал у друга деньги. Хорошо. Ну, присаживайтесь. Полчаса еще все равно так и так все делается. Давай мы подождем. Три месяца назад была оформлена, одобрена, как вы сказали, одобрен кредит. Вот три месяца человек не может получить свои заветные деньги. Когда человек в последний раз был, вы у него спрашивали? В смысле? В 24 марта. Так, вы сказали, на следующий день должны быть деньги, поступить ему на счет. Так, так в чем проблема? У клиента была просрочка. Клиент подтвердил чек. Одобрен, подождите. Одобрен кредит. Давайте, вот я попросил, что либо сейчас... Сейчас понятно, ладно, давайте. Хорошо. Вы там пригласили. Это называется, сейчас вы подумаете, что дальше отвечать. Чтобы вы подошли оттуда тяжело слышать. Давайте вы закончите, а потом вы сами конфликлируете. Сначала одобрили, а потом вы говорите, да. Но у вас тут как, есть просрочки? Ну, это как бы наш был разговор с ними. Да, если вы там незначительно наболчали, сегодня думал, сейчас поедут. Я же вам только что сказал, вы присядьте. Вот я вас приглашу. Да не обязательно снимайте. Так, ну что, мы тогда можем обратить. Проходите, присаживайтесь. Спасибо вам. Посадите, садитесь. Так я постою даже. Попросим с вот этой стороны, реально, это ухо очень тяжело слышно при каждом разговоре. Ну, это, наверное, Бог все-таки есть, но для Вас. Да не Бог. Я думаю, что мы все болели когда-нибудь. А директор где? Здесь? Нет. Ну, давайте я, может, вам расскажу, или кто директор. Ну, сначала вот у нас вопрос были, ну, может директора пригласить, который вообще был бы отлично. Да я понимаю, что вам будет. Ладно, давайте сделаем неопределение. Слушаем какие-то вопросы. 24 марта. Так, ну, секундочку. Ближе к обеду. Поступает звонок. Представляется. Я это все прекрасно. Сотрудник, вы только сказали, не помните, а уже вспомнили. Вот только что было, что какой момент. Вы давайте по порядку. Давайте, я приезжаю. Подождите, кстати, кстати. Вы в курсе, правильно понимаю? Еще раз. В курсе ситуации. Вадим, давайте по одному. Ну, да. Что за клиент, конечно, я в курсе. В курсе. Так, к вам сегодня, буквально недавно, он поднялся и спросил, правильно? Задал такой вопрос. Кредит, одождите. Какой вопрос? Что по тем данным у него был кредит одобрен. Одобрен кредит, правильно? Не был. Подождите, подождите, подождите. Сейчас будем полностью смотреть. Вы сказали, что дословно, что кредит одобрен. По тем данным, которым был кредит. Вы проверили, что это действительно одобрен. Вот сейчас. Следующий вопрос какой был? Я попросил, пожалуйста, тяжело говорить. Какой дальше был? Конечно. Да, сейчас мы пройдем. Мы здесь закончим. Так вот, какой дальше вопрос последовал? Когда денежки поступят, правильно? Да. Что я сейчас освобожусь, и мы продолжим разговор. Отлично. Значит, мы сейчас продолжаем разговор. Когда денежки поступят? Сейчас мы по клиенту посмотрим, что там по нему. Прямо сейчас? Да, если он одобрен. Нет, подождите, посмотрите. Ну, сейчас у меня сотрудник службы безопасности, который проверяет, оплачен ли у него просрочка заново. Подождите, вы сказали, кредит одобрен. Это никак не влияет на то, что есть у него просрочка или нет. Он одобрен. Как только Алексей ушел, я задал вопрос сотруднику службы безопасности, потому что пришел клиент Альковский, проверь, пожалуйста, по нему, погашена ли у него просрочка, по нему нужно сработать. Он говорит, Влад, сейчас привет, проверю, все, ожидаем. Сейчас он проверит. Кредит одобрен. По тем данным, по которым были, у него было все нормально. Так, он за что платил деньги? Анализ кредитспособности, подключение к добровольному страхованию жизни. То есть не за страховку? Не за страховку. Так вы, наверное, только недавно заходил, деньги сказали, с 29 тысяч, когда вернете? Ну, можно написать. Вы сейчас вернете деньги ему? Прямо сейчас? Да. Нет. Почему? Денежные средства возвращаются из кредитного договора. Я написал заявление. Из какого-то этого договора? Я заказал все. Сейчас ему даже деньги прийти, он из них тогда вы вернете. Как я не пойму, как вот это все выгодно? Сейчас. Расскажи, что я говорю. Сотрудник службы безопасности проверит информацию по клиенту. Подождите. Проверит информацию по клиенту. Если у него все так же, как и было с анкетой, то есть не появились новые просрочки, то есть есть варианты кредитования, мы по нему продолжаем работать. Он получает свой кредит, пишет заявление, вот как клиент пишет заявление на возраст. страховки. Ему возвращается страховка. Так он заплатил за страховку 29 тысяч. Вы только что сами подтвердили. Как я подтвердил? Вот только что. Возвращает за страховку. За страховку 29 тысяч. Ему возвращается страховка из кредитного договора. Какая у него страховка будет? Какая сумма это? Какая у него сумма будет в кредитном договоре, та и возвращается. То есть он не в курсе? А, кто в курсе сейчас? Вот вы пойдете в банк. Какая сумма кредита была одобрена? — Не помню. — Да, не помню. — Скажите, пожалуйста, вот эти 29 тысяч, вы подтвердили здесь человеку, что это по страховке, что вы выплатите эти деньги? Первый раз поднялся, вот сейчас здесь поднялся. — Я записал. — Ну, зашел. Подождите, что вы говорите? — Отлично, что вы не записали. — Во-первых, раньше времени не надо бежать по работам. — А во-вторых, Вадим юрист, он должен знать внимательно, что… — Да нет, то, что записано, записано, он уже сказал. — Дело в том, что вы сами подтвердили, что первое, кредит одобрен, второе, скоро деньги будут, нужно проверить. И третье, что деньги 29 тысяч вы вернете. — Угу. — Так вот, скажите, пожалуйста, как нам получить эти 29 тысяч? — Ну, я только что это сказал. — Сейчас как нам их сделать? — Никак? — Вам так, тем более. — А скажите следующий момент, да нет, вот, вашему клиенту. — Ну вот. — Скажите, пожалуйста, вы говорите, что… А кредита фирмы нет, правильно я понимаю? — Ну, здесь нет, туда уже. — Да. А вот как вообще, почему мы с вами на эту тему сейчас продолжаем разговаривать? Вы ведете дальше дела? Вы заканчиваете по всем клиентам? — Ну… — Клиенты, конечно. Есть клиенты, которые недополучили что-то. Пишем документы… И сейчас он нам, допустим, говорит, что кредит не одобрен. — Угу. — Хотя вы говорили одобрен. — За секунду. — Платили за результат. Так вот, скажите, пожалуйста, как в этом случае поступать? — Ну, будем уже в этом случае смотреть что-то. Ну, вот сейчас выяснится в течение, я думаю, получаса. — Ну, пока вы поговорите с руководителем, конечно, я думаю, что это сформация может проверить. — Скажите, денежку вы когда планируете вернуть? — Какую? — 29 тысяч, которые были заплачены. — Ну, пусть по договору ознакомятся, за что это было оплачено. То есть, он оплатил за информационные какие-то услуги, да? — За какие-то консультации, правильно? — Да, все верно. — Понятно. — А чем же вы его проконсультировали? — Я могу лучше это предоставить. — Они себя красиво… — Они себя, вот я про что говорил, они себя красиво… — Я могу предоставить заплатить. — Вы последние данные убили, уважаемые, 10 минут. — Так. — И волоза мне, помните, я вам сказал, посмотрите волоза. — Да. — И скажите, что… — Что, на тех условиях… — На тех условиях сказали кредит одобрен. Послушайте. — Видите, вы все наши ролики смотрели? — Нет, давно не смотрели. — Нет. — А смотрели… Есть секта юристов на Алексеевском, бюро юридических услуг. — А, вот в марте что-то такое было. — Да. — Вы видели, чем для них все закончилось? — Ну, информацию точно не знаю, но… — Но вы видели, что вообще там было? — Ну, чисто, чисто смотрел, да. — Видели. Вот смотрите, где бы вы ни были, если будут такие ситуации, будет все ровно то же самое. Поверьте, и гаража с печалью непосредственно. — Вы меня пугаете? — Конечно, я вас пугаю. Я говорю, что возмездие-то оно есть. Людское, которое… Кого… Ситуации такие, у кого… Это же не один человек такой, понимаете? — Почему? — И мы придем сюда с этими, со всеми людьми. — Где вы ни находите, в переезде мы придем со всеми этими людьми. — Да. — Знаете, что? Вот смотрите. Вот смотрите. Вас, вас… Сейчас в мой руководитель зайдем. Представляете, вы идете по улице, и что-то случается. Люди разные бывают. — Кто-то нормальный, кто-то ненормальный. И все равно реагируют. — Вот нужно вам это? — Про вас так уже говорили, правильно? — Послушайте. Про меня может все что угодно говорить. — И про меня тоже все что угодно. — Послушайте. Но за мою репутацию я сам вручаюсь и меня знают. — Так. — А вот ваша репутация очень сильно подпорчена такими действиями. Понимаете, есть проблемные клиенты, а есть развод. Вот это не проблемный клиент. — Это еще не последняя ситуация у вас. — И не проблемный. А я сказал, что он проблемный. — Так решите эту проблему. — Так я только что сказал. — Ваших услугах никто не нуждается. Потому что сейчас нет никакого кредита. Я уверен, что через полчаса, через десять минут, через пять, через минуту, через час скажет человек, что нет возможности, нет никакого кредита. — А если так не будет? — Что если? — Если он получит кредит? — Если получит кредит, отлично. Мы извиниться, скажем в сюжете, что ребята молодцы, мы ошиблись и они красавцы. — Все. Вопрос закрыли. Можете поговорить с руководителем? — Я проверю информацию к клиенту. Если клиент хочет со мной дальше говорить. — Мы ждем тогда от вас информацию. — Вадим, а я имею право вернуть свои 29 тысяч, пусть он займет хоть деньги и просто уйти. — А, послушайте. — Просто я уже не могу сдерживаться. — У вас есть договоренные отношения. — Я при вас звонил другу, друг с материнских денег, которые были отложены на протез зубной, дорогой заказывали. Он перекидывал мне эти деньги. Это друг потом на следующий день, потому что я не смог отдать эти деньги, пошел и занимал. Видите, какой круглот в природе? И как вы мне в глаза после этого смотрите? — Я только что сказал. Мы сейчас это будем обсуждать. — Подождите. Все это другая ситуация. — Я хочу забрать свои деньги, отдать другу, извиниться и забыть это, как страшный сон. — Так. Теперь смотрите. У вас есть договорные отношения. Понятно, они там смуклевали. Есть и имеет с тобой ситуация. Что мы сейчас делаем? У них есть время, пока мы здесь находимся, решить ли проблему. — Подождите. Мы сейчас с руководителем будем общаться. Сейчас он пока узнает. Сейчас они придумают, что делать. Я, конечно, юрист, но без практики. Но когда мне говорят, кредит от дома и документы подписаны. — Слушай, сейчас непосредственный процесс. Сейчас бесполезно эта полемия. — Я подписывал. Я не видел график. Я видел альфа-банк. — Вы поймите. Есть ситуация. Ваша задача сейчас пока узнать, все навести справки. Мы пока с руководителем пообщаемся. Пойдемте. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова